всем привет друзья в общем начинаю новую дизелью это прекрасное утро она пока что еще не солнечное но довольно-таки тепло и это радует и конечно же у нас вот эти вот возвратные заморозки нарушили всякие разные планы но сейчас я думаю что это все восстановится в общем друзья я вам обещал рассказать еще о почвенных микроорганизмах и я упоминал вот этот бродиловку или бочку в которой вы начинаете заквашивать там скошенную траву или какие-то сорняки или лучше всего говорят о крапиве если собрать допустим крапиву измельчить бросить ее в бочку то вы получите уже через три дня вы получите те питательные вещества которые легко усваиваются у нас этими растениями вот а также допустим если использовать крапиву то у нас крапиве находится очень много кремниевой кислоты которая может бороться с популяцией тли который заводится на растениях вот это как бы двойной эффект но и еще есть такой который было скрыто но которым я не знал да тот факт это вот нам рассказывает книга микробиологии почвенной микробиологии дело в том что 15 процентов от общего числа бактерий живет у нас на надземной части растений это на стеблях это на поверхности листа и так далее вот эти вот бактерии они создают естественно такую биологическую защиту которая помогает бороться с всякими разными возбудительными болезни это растение вот конечно продолжительность жизни или жизнедеятельность этих бактерий подвержена всяким разным фактором если допустим засушливый период да они могут погибнуть воздействию ультрафиолета тоже могут погибнуть вот сколько их там и как долго они там держатся вообще неизвестно если конечно вот такая погода как сегодня то это конечно более-менее благоприятное время для этих бактерий которые там находятся так вот если допустим вы берете заквашивать эти траву а потом поливаете свои растения опрыскиваете их прям по по листу да появилась там для у вас вот это вы воздействуете не только кремниевую кислоту которая влияет на урожайность растений не только те питательные вещества которые есть и которые тоже могут использоваться именно через лист но и еще и есть там определенный процент тех живых бактерий которые там размножились допустим в этой бочке и вы опять их вносите на поверхность листьев вот который будет создавать вот эту биологическую защиту вот оказывается вот такое вот и получается что эти же бактерии которые они живут на поверхности листа они способствуют тому что эти питательные вещества они попадают именно в само растение вот для меня допустим раньше был немножко непонятен тот факт что если допустим опрыскивать каким-нибудь удобрением по листу как она попадает внутрь растений до при помощи кого мы все знаем что допустим любое вещество но у нас перерабатывается бактериями вот оказывается на поверхности листьев тоже живут на стеблях тоже живут эти бактерии вот и они как раз перерабатывают и быстрее допустим вот это вот удобрение она попадает в растение чем это допустим происходит при питании через корни там разница может составлять около 20 там 30 дней ну вот поэтому все допустим удобрения нужно вносить заблаговременно да ну допустим специально что-то делать для этого не нужно да там разно разводить этих бактерий специальных вносить не нужно потому что у нас вместе с осадками и с той пылью которая допустим поднимает ветер этого достаточно они постоянно оседает на листьях и там присутствует в нужном количестве единственное что и как я говорю что на них очень сильно влияет вот этот атмосфера влажно не влажно солнечно тепло холодно и так далее поэтому как бы все те процессы которые происходят у нас на листьях растения но вы их не можете регулировать да не можете допустим содержать постоянно листом мокрый вот или там чтобы ветер был и так далее вот таким же способом таким же способом заражается но практически все до те же самые семена но дело в том что многие допустим те которые пытаются там дать совет они говорят о том что уже внутри в семени находятся бактерии нет если мы посмотрим вообще на физиологию да как развивается семечка то она как бы начинает расти до из ничего до появляется какая-то ну как сказать твердая частица и она просто начинает расти как бы изнутри и и вот этот внешняя оболочка она не дает проникнуть на бактерии во внутрь и поэтому все семена которые у нас это но образуется они защищены от в от внешней среды да и в ней ничего не находится как раз таки находятся бактерии у нас на поверхности снаружи на поверхности допустим то же самое зерно когда собирают вот она уже к этому моменту она уже заражена всякие всякими разными бактериями да на поверхности потом во время транс транспортировки или допустим большое поле и там какой-нибудь агроном решил проехаться на поехал в засушливый период и вот это вот подымает он пыль с дороги на эту пыль ветром сносит допустим на этот на еще уже практически созревшие зерно вот и эти бактерии они как раз таки попадают на это на поверхность зерен вот все это конечно заражается и также допустим попадает туда всякие разные фитопатогенные или возбудители болезней есть такой значит я просто вкратце загляну есть такой возбудитель болезни которые выделяя токсины сильно влияют на нервную систему того же самого человека дело в том что есть такое есть такой термин называется пьяный хлеб вот когда зерно пшеницы заражается вот этими вот возбудительными болезни они выделяют такие вещества которые вот действуют на нервную систему животных которые кушают допустим если это кормовое какое-то зерно или допустим это у нас пищевая промышленность да вот вы взяли эту муку там находится уже вот эти вот токсины потом вы делаете хлеб кушаете и после этого вы как пьяный да как раз таки вот поражается центральная нервная система насколько это опасно может ли человек от этого умереть мне нужно посмотреть но некоторые болезни которые у нас появляется да они есть и смертельные для человека тоже самая болезнь ботулизма она не по и не появляется просто ниоткуда дело в том что или допустим тоже сибирская язвы вот сибирская язва если она находится и развивается где-то в недрах земли на какой-то глубине то на поверхности она появляется в результате жизнедеятельности червей представляете вот червяк он взял там набрал себе допустим в организм в свой землю да и там есть вот этот возбудитель сибирская язва он потом выходит наружу вот эти капролиты которые вы там тоже собираете где-то там в лесу да потом приносите на на свой участок вот вот с этими к пролитами как раз таки появляется вот это вот сибирская язва до возбудитель потом происходит там заражение растений эти потом растение поедает крупно рогатый скота или там мелкие или там курицы и она потом становится источником заражения дальше вот яйца молоко вот и так далее вот так что в природе не не только допустим но мы еще вернемся вернемся ко всем болезням я там мне нужно будет уточнить все эти допустим кислоты эти ферменты которые выделяются да вот эти токсические вещества которые действуют и на человека и там прям целый ряд если я раньше просто упоминал это вскользь то об этом конечно нужно поговорить ну вот чем все-таки опасно разведение плесени как некоторые это делают да в бочке доводят до того что там плесень образуется чем это опасно вообще для человека а там действительно опасно это связано и с нервной системой которая поражается и также это может привести к какому-то летальному исходу в общем кремниевая кислота питательные вещества и еще та часть бактерий которые находятся на листе она тоже развивается и вы тоже это вносите все опрыскиваете свои растения это довольно таки положительный эффект оказывает на ваше растение пока что остановимся сегодня на этом на этом друзья все всем пока и увидимся